Этнический колорит, национальные костюмы и народное творчество. Через несколько дней в городе на Березине стартует популярный международный форум. В этом году он отметит свое 15-летие. Весьма символично. Участие в фестивале «Винок дружбы» подтвердили 15 стран. В том числе Аргентина, которая впервые представит свою культуру в Бавруйске. Ожидается приезд порядка тысячи человек. Главной концертной площадкой по традиции станет Бавруйск-арена, где пройдут церемонии открытия и закрытия. В дни приведения форума горожан и гостей ждет большая насыщенная программа. Обычно центральная часть города будет самой такой динамичной. Из новых концертных программ у нас будет в этом году концерт на балконе, который организует Центр дополнительного образования детей и молодежи. Это площадка возле БГУ. Кроме того, у нас еще одна концертная часть, я думаю, всем будет интересно. Это концерт «Поющая в погонах». Это коллектив из нашего Бавруйского города по чрезвычайным ситуациям. И очень здорово, что на проведение этого мероприятия откликнутся представители силовых структур. Традиционно в центре города раскинутся концертные площадки с участием коллективов художественной самодеятельности и звезд белорусской эстрады. Приедут Руслана Лихно, Ирина Дорофеева, Георгий Колдун и Александр Солодуха. Своим творчеством зрители порадуют юные танцоры из Центра Росквит и Колледжа искусств. К слову, уже много лет главным режиссером фестиваля «Винок дружбы» является легендарная Клавдия Лукашевич. По ее словам, в этом году творческая команда написала новый гимн форума, который прозвучит на ледовой арене. «Новые слова. Слова придумала Антонова Вероника, наш режиссер нашей гимназии колледжа. А музыку Игорь Ряшков. Он музыкант из Центра творчества, городского Центра творчества. Дальше восстановили некоторые вещи прошлых вот этих гимнов. Их же столько много было всех интересных. И «Слуги трех муж», и практически, и гимн Шинаная, и Урос». В рамках фестиваля будет работать выставка ярмарка народных умельцев «Город мастеров». Традиционно он раскинется на социалке, где будет организована пешеходная зона. В Бавруйск приедут ремесленники со всех уголков Беларуси. На сегодня о своем участии заявили 330 человек. «Многие горожане в рамках вот этих проектов и форумов могут встретиться и увидеть у мастеров что-то интересное, неповторимое, приобрести себе для дальнейшей памяти, как символ в подарок фестивалю. И можно будет, скажем, ознакомиться с мастер-классами, которые проведут наши мастера». Кроме этого, в программе фестиваля «Венок дружбы» состоит существование лучших представителей трудовых коллективов, присвоение звания «Почетный гражданин города Бавруйска», а еще дегустации белорусских блюд. Запрошаем с марш на ести. Угощать горожан и гостей будут руководители предприятий. А в день празднования 75-летней годовщины освобождения пройдет парад воинов Бавруйского гарнизона и праздничный салют. Людмила Любимцева, Максим Галеонко. Итоги недели.